Сейчас к родителям домой собираюсь, посмотрите, как он сидит среди вещей. Это неполная картина, главное, чтобы он не выбежал. Вот видите, тут все с сумками завалено, и такая белая морда, белая моська. Мне даже, по-моему, там негде сесть, надо сейчас подвинуть все. Вот, купила сейчас яблоньки-чизкейк, первый раз мы его убрали, много чего взяла. Я обычно к родителям, если еду, кучу всего покупаю. Сейчас еще надо за огурцами, за помидорами поехать, чтобы можно было шашлычки жарить там. Я люблю, чтобы помидорки были. Сейчас весна заеду, если не работаю, там куплю. По-моему, здесь весны нету. Я сейчас нахожусь на Чехово-2. Может быть, что-нибудь по дороге вам поснимаю? Мне Сашка купила, чтобы не скользила штука такую вот на панель, но я оставила ее дома. Вот так можно было бы поставить, вот так вот ехать бы и снимать. Крепление какое-нибудь на него. Что-то ничего подходящего нету. Перебазировался он на мою куртку. Он там сидит, теперь у меня все будет белое, в его волосне. По крайней мере, ему хотя бы есть место, где сидеть. Я уже вышла на финишную прямую. Видите, здесь движения почти нет. Скажем так, дороги тоже нету. Сейчас будут сплошные ямы, кочки и так далее. Это я свернула с Калининска. И сейчас у меня есть парочку таких вот моментов, о которых я хотела бы вам не то чтобы рассказать. Кстати, вот так вот я сделала, наверное, нормально будет. И меня там будет хорошо видно, и оно устойчиво. Хорошее место для камеры. Осталось мне, наверное, ехать еще километров 50, может быть где-то 70, но буду я их дольше ехать. Я сейчас буквально за час доехала от Саратова до Калининска, потому что дорога очень хорошая была. Сделали ее там. А сейчас я буду ехать очень медленно, потому что дороги, собственно говоря, нету. Если, конечно же, ее не починили. Я хочу сказать по поводу комментариев, которые пишут к моим видеороликам. Кстати, можно выключить. Жарко на улице. Наконец-то потепление. Я в очках буду, потому что мне так удобнее водить машину. Так, эта дверь у нас не закрыта какая. По поводу комментариев к видео некоторым, я понимаю, что я на все, естественно, не отвечу. И я так понимаю, что чем будет больше подписчиков прибавляться, тем будет больше, ну, как их называют, хейтеры, тролли, которые постоянно к видеороликам, неважно какого характера, они пишут негатив. Я не буду перечислять там по фамилиям, я думаю, это не стоит. Причем это делают с закрытых аккаунтов, даже нет аккаунтов аватарки никакой. Я понимаю, почему у многих блогеров пропадает желание, либо они вообще исчезают с YouTube, какой цели у меня вообще нет, скажем так, у меня нет такой цели и такого желания, и идти на поводу у каких-то комментаторов. Но я знаю, что под прессом негатива многие закрывают каналы, просто неприятные это. Как бы ты не хотела абстрагироваться от того, что тебе пишут, тем не менее, тебе обидно, неприятно, особенно за близких тебе людей. Например, вот мне написали про Сашку, я не так часто его выкладываю, да, скажем так, в видеоролики. И вот тут я решила выложить, о чем я пожалела, собственно говоря, мне не хочется уже больше снимать с ним видео, вставлять наши какие-то диалоги, кадры. По поводу велосипеда он там что-то мне ответил. Я могу каждой девушке вообще пожелать такого заботливого, такого щедрого, очень доброго мужчину, как Сашка. На самом деле такая редкость, и я не сказала, что я как мамонты, они вымирают, но он очень хороший человек, очень хороший мужчина, и он классный у меня. И я бы всем вообще пожелала, бы всем, бы каждому. Конечно, у каждого человека есть недостатки, так же и у него есть, и у меня есть недостатки, да. Хотелось бы мне где-то там, может быть, где-то подправить что-то, подкорректировать, как и всякой девушке, да, улучшить что-то. Но, тем не менее, он очень-очень хороший человек, он очень щедрый. Последние деньги на меня все, которые есть, потратят. У него будут последние, да. Если бы у него были бы эти деньги, там лишние 12 тысяч, сколько стоит этот велосипед, он, конечно, бы мне этот велосипед купил. Ну, допустим, вот был день рождения, он последний, то есть он снял последние деньги, купил мне подарок. И он, на самом деле, очень щедрый человек, ни в чем мне не отказывает, и, ну, выполняет, скажем так, все мои приходи. У меня праздники не по праздникам, скажем так, а у меня праздники почти каждый месяц, потому что у меня каждый месяц что-то дают, что-то покупают, какие-то презентики, даже пусть небольшие, недорогие. Это, знаете, как вот в каком-то, то ли анекдоте, то ли еще где-то, то ли какая-то присказка такая была, что, да вот дословно я не помню. Я, наверное, вставлю где-то, я все-таки найду и вставлю. То, что бывает такое, что у человека есть на счету там 100 тысяч рублей, да, и ему жалко там купить что-то своей женщине, да. А я знаю, что у него нету этих 100 тысяч рублей, и тем не менее он готов на меня потратить свои последние деньги. Вот. А есть мужчина, у которого, зная, что у него есть деньги, ну, ему на тебя жалко, скажем так. И, допустим, из этих 100 тысяч он готов на тебя потратить там 2 тысячи. А есть мужчины, которые там из 10 тысяч готовы 10 на тебя потратить. Разница, что стоите, как бы, да. Ну, допустим, есть вот у него 10 тысяч, а велосипед стоит 11 тысяч. Я понимаю, что он не купит этот велосипед, потому что не потратит последние 10 тысяч на этот велосипед, потому что у него есть куча других расходов. Он очень помогает сестре своей, мама, там, родители, там, в какой-то части там на его помощи находятся. Я не хочу его брать там в финансовую сторону, в финансовую ситуацию, вот. Но если бы у него были бы эти 100 тысяч, да, и велосипед стоил 12 тысяч, он бы мне вообще даже не раздумывая купил бы этот велосипед. Но я говорю, вот он все деньги тратит, он очень заботливый человек, он там одеялком укроет. Я не хочу перечислять вот какие-то моменты, потому что это очень лично, и мне после этого не хочется вставлять никакие даже кадры с разговорами, с ним, там, не хочу даже вот лицо его там, где-то мы отдыхаем. Я не все вам показываю. Опять же, вот мне, допустим, говорят, вы что, ходите исключительно только по магазинам? Когда мы вместе время проводим, когда-то ходим, я стараюсь время с ним проводить. Я в это время не снимаю. Это редкие кадры мне, где мы вот сходили в зоопарк контактный, потом мы ходили в, ну, это не комната страха была, а вот эти аттракционы, я еще там как-то поснимала. А так, если мы куда-то с ним выбираемся, вместе время проводим, мы где-то просто вот выезжаем, мы можем просто выехать, и нам очень хорошо друг с другом, мы можем просто выехать вечером, где-то ездить там по городу, я это не снимаю, понимаете? Потому что мне хочется то время, которое мы проводим с ним, сто процентов проводить, а не тратить это на съемку. Иногда вот настолько увлекаешься, настолько вовлекаешься в такое совместное времяпровождение, что, ну, мне не хочется снимать. Может быть, там через два-три года совместной жизни я и захочу делиться какими-то моментами. Дай бог, чтобы эти были года. Да, потому что все может быть у нашей жизни, может, все что угодно случится. Да, мне хотелось бы, чтобы мы были вместе, но мы не знаем, как у нас вообще сложится, да, в нашей жизни. Никогда не завидуете, вот хотелось бы не то, чтобы вас там научить чему-то, да, а вот мои, ну, и личные наблюдения просто, вот, я же тоже смотрю блогеров других. Вот есть такой блогер, как Виктория Портфолио, и я знаю, что многие под комментариях, но я сейчас редко смотрю, кстати, блогеров каких-либо, единственное, когда я это делаю, когда купаюсь, я включаю планшет, и, ну, я время не люблю тратить зря. То есть у меня каждая минута, она как-то расписана, так или иначе. То есть у меня нет такого вот свободного времени, когда я просто вот так вот развалилась и лежала, и не знала, чем заняться. Мне всегда есть чем заняться. Вот я настолько благодарна Богу, что он мне наградил вот этой вот способностью находить себе увлечение, потому что у меня, ну, нет свободной минуты вообще никогда. Я очень увлеченный человек, даже редко, часто бывает такое, что я чем-то увлекаюсь, нахожу какое-то хобби, могу бросить его, да. Вот, например, как картину я сейчас начала рисовать, и вот немножко подзабросила. Ну, подзабросила еще потому, что дома холодно, а мольберки у меня пока нет, и мне приходится рисовать на полу. Вот, да, на полу холодно сейчас. Прям съеживаешься, скухоживаешься, и под одеяло лезешь, и вот хочется в тепле где-то вместе на кровати, вот, чтобы мягенькое такое было, хочется там время проводить. Так, а что это этого? А, вот никогда не завидуйте. У нас у каждого, у этой жизни свои задачи. То есть, каждый человек в этот мир приходит, как я сказала, с Фашкой тоже недавно, мы очень часто на философские темы разговариваем с ним. Мы каждый приходим в эту жизнь с какой-то миссией. Даже бомж приходит в эту жизнь с какой-то миссией. И не может быть у вас такого же мужа, как у, допустим, той же самой Вики. Не у каждой может быть такая же жизнь, как у Вики. Опять же, вы видите только одну сторону медали. Разговариваю громко, потому что знаю, что там будет шум. Вы видите одну сторону медали. Вы не видите какие-то, возможно, их недопонимания, где приходится Вики где-то уступать, а это приходится делать в совместной жизни, да? Я не говорю, что она вот выкладывает только красивую картинку. Да, мы все, вот я же не буду там показывать какие-то ссоры, недопонимания там с Сашкой, правильно? И любой другой человек редко, который из блогеров, будет выкладывать. Конечно же, показывают все положительные, все плюсы своей жизни. Да, у нее сложилась жизнь так хорошо, у нее есть там двое деток, у нее есть состояние. Я никогда, знаете, вот за всю свою жизнь я никогда не завидовала деньгам. Никогда не завидовала, что кто-то имеет машину круче, чем у меня. То есть вот я настолько сейчас довольна своей жизнью в той машине, в которой езжу, хотя у меня есть возможность купить ее, но я не буду в своей, вот если я буду что-то приобретать, я по ходу вам. То есть у меня есть сейчас возможность, скажем так, купить машину без кредита, купить квартиру без ипотеки. Вот, но как бы есть определенные причины, почему я этого не делаю. Ну я, в принципе, довольна сейчас там, тем местом, где я живу, в той квартире, в которой я живу, на той машине, на которой я езжу. Нет предела совершенства, но у меня все вот эти вот покупки какие-то крупные, они не происходят как-то не то чтобы спонтанно, а я знаю, когда это нужно делать, скажем так. То есть у меня это интуиция, девчонки, многие из вас обладают, я думаю, интуицией хорошей. Так вот, у меня все это очень-очень интуитивно происходит, все мои покупки. То есть я знаю, когда это делать. Ну и чувствую, я чувствую, когда вот машина, когда я хотела квартиру, вот она у меня появилась. То есть у меня вот такое ощущение, что мне сейчас вот срочно нужна квартира, у меня буквально такого ощущения нет. Вот опять же есть у меня мысли по поводу, возможно, переезда там в другой город, возможно, где-то там, где будет теплее. Я уже давно смотрю квартиру в Анапе. Ну это просто мои такие мысли. Я очень теплолюбивый человек, для меня солнце тепло, это все. Я сложно переношу холод, зиму, морозы. И поэтому, ну как-то у меня есть такие мыслишки, скажем так. Я бы с удовольствием уехала в какие-нибудь теплые края. Ну, понятное дело, не одна. Если мы, это должно быть согласие обоих, и было бы здорово, конечно, если бы мы. Вот, ну это ладно. То есть никогда не завидуйте, потому что у каждого человека разные, разные ему нужно уроки, скажем так, пройти, опыт получить, ошибки свои сделать в этой жизни. И у вас никогда такой жизни и такого мужа не будет, как у Виктории. Такого же, точно такого же. Никогда не мечтайте о человеке, каком-то вот таком вот, да, как вот у нее. Потому что вы его, по сути, не знаете. Вы видите только вот картинку. А какой он на самом деле человек? А я не говорю, что он плохой человек. То есть я вижу, ну я сейчас вот по Виктории именно говорю. Он тоже, видно, по ее, они очень заботятся, и о семье заботятся, и стремятся, чтобы у них было все самое лучшее. Но опять же, вы его не знаете. Чтобы завидовать. А я чего же не отключилась-то? Мы уже приехали. Так. По поводу комментариев. Мне, естественно, неприятно читать, когда обмусоливают, перебирают все там слова сказанные, какие-то предложения, какие-то кусочки такие, вот, что я ем. Но я понимаю, что я как бы как блогер, я делюсь, правильно? И у каждого человека есть право на свое мнение. Но мне неприятно, когда... Я стараюсь избегать негатива вот в обычной жизни, и я не общаюсь. У меня очень круг людей, он вроде бы широкий по общению, но в то же время он многограниченный, потому что у меня нет случайных людей в жизни. И у меня очень узкий круг общения вот именно близких людей, приближенных людей. Я мало кого к себе подпускаю. А уж если там появляется какой-то мусор в моей жизни, то я стараюсь вообще от него избавляться. У меня нет таких людей, то есть у меня нет людей, которые бы меня предавали. У меня были такие случаи какие-то определенные, но мы просто с этими людьми расходились, ну, скажем так, переставали общаться. Вот. И, понятное дело, неприятно все читать, когда вот рассматривают под микроскопом каждое видео, и там ищут негатив. У меня есть две возможности. Я могу, у меня сейчас вот комментарии стоят на одобрение. Я могу эти комментарии снять с одобрения, и тогда я не буду читать, я не буду иметь возможность отвечать тем людям, которые хотят получить ответы на свои вопросы, да. Потому что, когда я одобряю комментарии, я, естественно, вижу там вопрос какой-то, либо просто, ну, просто какое-то пожелание, комментарий к этому видео. И, там, я галочку ставлю одобренно. Причем я редко кого блокирую, и редко, когда комментарий не пропускаю, только если мат. И у меня есть возможность вообще отключить комментарии с одобрения. И тогда получается, что они будут проходить мимо меня, читать я ничего не буду, изредка я буду заходить под видео, а, опять же, допустим, есть свежие видео, а есть старые видео. И, естественно, я же не буду каждое видео открывать и смотреть, что мне под каждым видео написали. Поэтому я сделала комментарий на одобрение, чтобы по старым видеороликам я тоже могла видеть вопрос, и могла возможность, ну, имела возможность на них ответить. Если я отключу одобрение, то, соответственно, я не смогу отвечать вообще на вопрос. Ну, когда, допустим, я загрузила новое видео, прошло какое-то время, там два дня я в него под комментарии заходила, отвечала, и все. Загружаю следующее видео, про то забываю. Вот, и мне бы так было намного бы проще, потому что не нужно было бы читать вот эту вот грязь, все. Потому что я вам говорю, что... Ой. Потому что, ну, любому человеку будет неприятно, когда... Ну, когда... Я не знаю, зачем вы, кстати, тратите свое время. Вот мне тоже, знаете, вопрос такой возникает. Зачем тратить свое время на человека, который тебя раздражает? Вот я, например, я лучше... Займитесь чем-нибудь полезным, я не знаю, займитесь детьми, займитесь своим мужем, прочитайте какую-то книжку. Зачем вы смотрите человека, который вам неприятен? Под видео, под каждым видео которого вы вот... Ну, ни разу... Вот есть такой человек, который вот ни разу не написал ничего хорошего и доброго. Ни разу вообще не написал. Вот я думаю, неужели ей вот хочется... Она говорит, если бы мне не нравились ваши видео, я не смотрела. Ну, как может нравиться видео человека, жизнь которого вас не устраивает вообще? То есть вам не нравится, что он готовит, как он сервирует стол, как покупки делает, какой у него код. Ну, то есть многие вещи... Я перезапись, что ли, пошла? То есть нет ни одного доброго комментария под видео. Зачем смотреть, я не понимаю. То есть я никогда не смотрю блогеров, которые мне не нравятся, которые чем-то раздражают. Потому что может быть такое. Я как бы не золотая монета. Еще хотела бы сказать видео. Мне говорят, что я снимаю негативные... Что мне то не так, это не так. А у меня канал никогда не был ванильным. Я всегда затрагивала какие-то общественные, социальные темы. Я просто сам по себе такой человек, что я борец за правду, за справедливость. Вот посмотрите, по каким дорогам я сейчас еду домой. Здесь практически сплошное бездорожье. Редкими кусками положен асфальт. И то ты едешь, едешь, например, 60 километров, и все. И там перед тобой яма, которая невозможна объехать. И ты всеми колесами бухаешься туда. Причем при всем ты платишь огромнейшие налоги. То есть я в этом году где-то заплатила около 100 тысяч. Даже больше 100 тысяч я заплатила. И все время я задаюсь вопросами. Я понимаю, конечно, где наши деньги. Но тем не менее очень обидно. И хотелось бы там до каждого донести, чтобы хоть где-то у кого-то в мыслях всколыхнулось сознание. Состояние не то, что, а, ну как вот мы живем, так пусть мы и живем. Чтобы хоть какое-то было желание что-то поменять. Как я, например, вот в свое время... Не помню, в чем играется. В свое время я, например, инициировала установку светофора. В том районе, где было место с повышенной опасностью. Где ДТП были. Там развилка, перекресток был очень нехороший. И вот я писала письма. И потом пришел ответ, по-моему, с письмом уже спустя год, что светофор был установлен. Те, кто знают, вот сейчас знакомые называют его Настин светофор. То есть я такой человек, когда я всегда... Вот сейчас немножко я от этого отошла. Мастя, сиди на своем месте, сиди, не иди ко мне. Сиди тут. Вот. Я всегда такой человек была. За справедливость, за правду. И сейчас немножко вот я, конечно, и отошла, говорю, от этого. Потому что, мастя, нельзя здесь... Дорога нельзя, сиди на своем месте. Вот. Потому что, ну, на это все нервы нужны. Мне хочется как-то оставить их там для детей. И, ну, у меня уже состояние как бы не то психическое, что я могу... Чего мне там корябает, царапает? Чтобы я могла бороться там за правду. Потому что, куда ни кинься, у нас везде сплошные проблемы. И по каждому поводу уже просто здоровья нет. Чего мне там чиркает? Над на яму к машинам. На яму к концу. На яму машина к концу. Вот, смотрите, где мне объезжать? Я, во-первых, мало того, что не вижу. Что-то у меня с тормозами. Мало того, что я не вижу. Ну вот. Вот, где мне ехать? Я в любом случае, в любую яму здесь провалюсь. Насколько я провалюсь, тоже непонятно, неизвестно. Я даже не вижу глубину из-за воды. О какой безопасности на дорогах мы можем вообще вести речь? То есть человеческая жизнь в России, она вообще не имеет никакой цены. Она бесценна, но только в другом смысле. То, что по сути мы никому не нужны. Мы правительству нашему не нужны. Потому что, ну, это просто наплевательское отношение. Я уже не говорю о пенсиях, о маленьких у моих родителей, о здравоохранении. Ну, то есть, куда вот ни плюнь, у нас везде. Куда у нас ни... В какую сферу вообще? В садике нет мест. Школы. В школах во многих беспредел. Там поборы, я знаю, собирают то на то, то на это, то на ремонт, то еще на что-то. Как деньги выделяются, тоже непонятно. И все молчат. И вот что главное, все родители молчат, молча собирают деньги, боясь, что ребенка его обидят в школе, не отстаивая свои права. Ну, вот куда нас ни посмотрев, у нас везде проблема. Естественно, я об этом молчать, как бы, ну, я не тот человек. То есть, ну, я говорю, у меня никогда канал не был вот таким вот прям мишным. Я никогда не рассказывала о косметике, вот исключительно косметике. У меня жизненные влоги, в основном такие жизненные видео. Мне об этом, то есть, мне о чем хочется, вот мне о чем приятно говорит. Хотя об этом, это не самая приятная тема. Вот, я о том говорю. То есть, мне неинтересно на шмотках говорить, как я очередную там шмотку купила, или там, как я накрасилась. У меня такой вот, очень разный канал, разные видеоролики. Что-то еще хотела сказать, но мысль уже ушла. Вот, ладненько, я поеду, уже не буду отрывать себя от дороги, потому что мне осталось совсем небольшой кусочек. Его еще надо суметь как-то преодолеть. Так что, удачи мне в бою и до новых включений.